Я, наверное, скажу с другой стороны, как это связано с Серёром Алексеевичем. Знакомая с Серёром Алексеевичем живёт 16 с половиной лет, в августе будет 17. И нас связывает, наверное, больше 10 экспедиций совместных на Соловки и в район Водейного поля, как это Ломар Володейский канал. Кажется, этих экспедиций длилось где-то 10 до 14 дней. И это очень интересный опыт взаимодействия, в общем-то, Юрий Алексеевича со студентами, со школьниками, с детьми. Хочу сказать секс, так они говорят о нём. И последней из этих экспедиций, именно с 2014 года, в них принимала участие Наташа и Юрия Алексеевича. И это тоже очень трогательные парейские отношения, которые были очевидны мне, студентам и коллегам-педагогам. Значит, ну первое, о чём хочу рассказать, что, конечно, удивительная сторона Юрия Алексеевича, то есть как педагога взрослого, вы знаете, что бесполезно о чём-то детям говорить, какие-то общие слова или громкие, вот, а очень важно, как человек живёт. И важно, что вот эти на протяжении 10-15 дней дети видели, вот, течение-то с 4 часов, потому что уже в достаточно суровых условиях иногда, там, в Лагерном поле просто в школе, на Матах, а вот на Соловках, в общем-то, в Сидерной горе, там условия суровые, то есть количество вода в колодце, да, приходится выживать, и климат достаточно суровый. Ну, что важно, важно, что то, что Юрий Алексеевич делает, он передаёт то, что сам умеет, да, бесполезно рассказывать какие-то ещё слова, можно делиться собственным опытом. Вот этим опытом он делился достаточно осознанно, начиная с того, что передавал ребятам основы навыков, умений, как в дикой природе выживать, идём в лес, да, на что надо ориентироваться, чтобы безопасность трубы была, чтобы не потеряться, да, там, в замыкающих, вот, там, в условиях дождь и холода, как кастёр разжечь, такие вещи, это кажется вроде мелочи, в самом деле очень серьёзно, потому что детские дети, когда рядом, оказывается, с ним, в общем, это же самое время для таких, как, когда это всё сделать, показать, научить, вот, да, это серьёзные разговоры, именно в условиях начинаются об истории, о том, что там, вот, эта земля скрывает, и как там носиться, что каждому человеку требуется, чтобы помнить своих предков, вот, вот, всё совместно происходит. Ну, параллельно ещё хочу сказать, что вот говорят про него, ну, конечно, я, например, уверена, что просто он, поскольку человек бескомпромиссный, это вот и в наших взаимодействиях выражалось, да, то есть, допустим, он считает, что у нас тут принято каждый вечер после дня рабочего обсуждать, что случилось, ну, реализировать результаты, вот, ну, ну, что вы сидите, уже пора, давайте спать, идите, завтра работать, вот, у нас, что-то, и я помню, что достаточно многие студенты, которые, в такой, жесткой дискуссии с ним защищали право вечером обсуждать результаты дня, вот, то есть, он человек жёсткий, если он считает что-то, он об этом говорит прямо, вот, но при всём при этом невероятное уважение к человеку, любого возраста, какое-то есть, и какая-то параллельно с этим трогательная забота, то есть, я помню, что, там, когда на секретарной галере работали в мемориале, там, нам нужно было очищать варочи, и целый дождь, целый день любит дождь, и он говорит, слушай, нет, давай, значит, сегодня что-нибудь другое придумаем, и ребят же промокнут полчаса, да, потом, в общем, и там тоже так же трогательно заботиться, как у нас, там, еда организована на костре, хватит ли мальчишкам, там, достаточно ли им мяса, то есть, такие мелочи, вроде бы, но, насколько для него они были существенны, вот, ну, и что касается, когда Наташка привёлся, конечно, невероятно серьёзно, он два года готовился, практически, он хотел её крестить, именно салатка, вот, это так у него было серьёзно, и, там, первый год не получилось, он целый год готовился к этому второй раз, вот, я помню, что, ну, я просто мама Наташи, поэтому весь этот процесс наблюдал, и для Наташи это было невероятно серьёзно, и, конечно, например, как он понимал, зачем он её привёл к экспедиции, он обращался напрямую к нашим детям, и говорил, ну, поймите, да, я вам очень благодарен, там, мальчишки, девчонки, что вот у Наташи такая особая судьба, и что вы даёте ей такой опыт взаимодействия с более взрослыми детьми, разговорами, такие важные темы, и девочек, особенно, да, там, как же у него отдельные мальчики и девочки, что у него есть опыт, тогда ещё у него, ну, когда ушла жена, то Наташа стояла с ним, он говорил, как важно взаимодействие ребёнка сегодня с девочкой, да, чтобы она понимала, как взрослее, да, наблюдала тем, как живут девушки, и как он к ней относился, то есть тоже требовалась такая, достаточно для ребёнка, там, 10 лет, 11, вот, там, со старшими, со 14-летними, 15-летними, которые, в которых достаточно суровый, такой серьёзный, напряжённый режим работы, да, и он тоже требовал от неё участия, но при этом понимал, что она младшая и понимал, какие моменты нужно там отдохнуть ей дать, поспать, там, и так далее, вот, и после их заботы тоже о здоровье, он, как мы пошли на Салавках, там, на залив и ходили с ней по морю босиком, он после этого у меня устроил такую отпись, что как помогла наша простойница очень серьёзно для меня о здоровье, и после каждого, каждый раз, когда она там уходила работать, вот она прибегает, сразу к нему, пап, у нас было то-то-то-то, у нас было это-это-это, то есть принял этот контакт с ним, чуть-чуть там, день, когда мы там расставались, сразу к темпу, к планетам и там. Всё это, конечно, такие невероятно чистые отношения, мы которых, пусть я наблюдала и наблюдала, это, безусловно, что-то удивительное, с точки зрения педагогической, конечно, большое счастье для наших учеников, что они имели возможность работать с ним. Спасибо большое, Ольга.